Иногда кажется, что в мире не осталось справедливости. Но всё же время от времени карма вносит равновесие в мир, и тогда происходят прекрасные вещи. Приготовьтесь к новой порции приятных историй, потому что в этом видео я расскажу про ужасных людей, которых наказала карма. Неудачный псевдоним В 15-м году житель Флориды решил, что дать полиции ненастоящее имя – гениальная идея. Его остановили из-за треснувшего зеркала, однако до этого его уже лишили водительских прав, и на нём висело обвинение в нападении на человека, поэтому водитель назвал полицейскому выдуманное имя. Но когда офицер проверил это имя в базе данных, план криминального гения тут же развалился. Почему? Оказывается, мужчина случайно назвал имя, которое принадлежало реальному человеку, которого тоже лишили прав. Так что полицейский отвёз его в полицейский участок, где выяснилась его истинная личность. Хотя это уже не имело особого значения, потому что мужчину наказали не только за нападение на человека, но и за вождение бесправ и за препятствование совершению правосудия. Самокарма Во время незаконной езды по тротуару на электросамокате в 19-м году житель Чикаго сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Из-за такого необычного ДТП вызвали полицейских, которые вскоре смогли отыскать нарушителя. Однако, когда полиция включила огни и сирену, чтобы мужчина на самокате остановился, водитель машины, ехавший рядом, решил, что остановили его. Он послушно свернул на обочину дороги и, не заметив подъезжавшего нарушителя на самокате, случайно сбил его. Так самокатчика настигла карма, потому что ему пришлось надолго остаться в больнице, а затем он получил штраф за езду по тротуару. Хотя езда на электросамокате по улицам города само по себе наказание. В школе всегда есть хотя бы один человек, который ужасно себя ведет и издевается над всеми подряд. К сожалению, таким детям обычно все сходит с рук, но только не этому парню из видео 16-го года. Пока его друг рассказывал про фермерский рынок местным новостям, этот парень зачем-то принялся хлопать и постукивать по бокам коров на заднем плане. К счастью, он недолго раздражал миролюбивых буренок. Хотя казалось, что коровы не обращают особого внимания на парня, а они преподали ему урок. Зажатый довольно крупными животными, парень был вынужден вытерпеть свое наказание до тех пор, пока коровы не отпустили его. Судя по тому, как повела себя эта женщина, нечто подобное на ферме происходит постоянно, а его друг даже не повернулся. Это простой урок, но я надеюсь, что мальчик его запомнил как следует. Не раздражайте животных, которые намного крупнее вас. Не зли павлина. Если вы видели павлина вживую, то знаете, как сильно раздражают их громкие крики. Но это не оправдание для кражи красивой, пусть и крикливой птицы. В 18-м году житель Майами, то ли разозлившись на шум, то ли желая заполучить питомца с яркими перьями, украл павлина прямо с лужайки своих соседей. Камеры засняли, как мужчина подъехал, поднял птицу и скрылся с ней. Но карма не позволила ему так легко уйти. Почти сразу же другие птицы во дворе бросились в погоню. Прогнав мужчину с участка, они понеслись за ним дальше по дороге, наверняка клюя его взад по пути. Конечно, он все-таки сбежал, но после такой яркой погони он вряд ли решится вернуться в ближайшее время. Другие жители улицы не очень благосклонно относились к павлинам, но в этот раз птицы оказали им услугу. Может быть в этом случае карма не черно-белая, а скорее сине-зеленая? Атака яйцами В восемнадцатом году в Уитцине пара скучающих молодых людей начала бросать монеты в прохожих, стоя на балконе квартиры на втором этаже. Но когда два других джентльмена, приехавших в город, заметили такое антиобщественное занятие, они придумали идеальный план для самосуда и записали это на видео. Словно настоящие профессионалы, рыцари кармы начали запускать яйца в юных нарушителей спокойствия. После нескольких снарядов хулиганы отступили, поджав хвосты. Впрочем, прежде чем они успели скрыться, один из мстителей сделал лучший бросок. Яйцо элегантно пролетело через дверь. Быструю карму лучше подавать с яичницей. Воровство в дороге Когда пользователь Фейсбука по доброте душевной подобрал автостопщика, он не ожидал от него большой благодарности. Впрочем, он также не ожидал, что его ограбят. А именно это и задумал нерадивый попутчик. Когда они приехали туда, куда надо было автостопщику, он быстро вышел и скрылся до того, как водитель понял, что у него украли сигареты. Кража очень необычный способ благодарности, но карма уже подготовила наказание для вора. Водитель заглянул в кузов своего автомобиля и заметил, что автостопщик кое-что оставил. А именно рюкзак, в котором лежали телефон, одежда, записная книжка, пара монет и несколько сувениров, судя по всему. Решив не разыскивать автостопщика, чтобы вернуть ему все эти вещи, водитель заключил, что это хорошая сделка. Ведь вор обменял все, что у него было на 18 сигарет. Встречная карма Пользовательница реддита Дизи Дизи показала, как важно сохранять хладнокровие, встречая опасных водителей. Когда она ехала по Техасскому шоссе, один автомобилист попытался въехать на ее полосу, но вскоре он понял, что для этого нужно побольше навыков вождения. Хотя он все это начал, водитель потерял управление, в то время как Дизи Дези умело держала свой автомобиль под контролем. Несмотря на то, что нарушителя начала выносить на встречную полосу, чудом никто не пострадал. Надеюсь, этот водитель усвоил ценный урок о том, как вредна агрессия на оживленном шоссе. Особенно, если рядом едет Дизи Дези. Позорный путь Однажды утром, проезжая по городу Гамильтон в Антарио, водитель стал свидетелем очень приятной мгновенной кармы, подобной которой мир еще не видел. Какой-то пешеход решил, что он король дороги, и начал переходить ее в неположенном месте. Глупый поступок и точно не признак гения. Он не собирался отходить, потому что явно считал, что он имеет полное право на переход. Только он зачем-то шел, смотря на водителя, и через пару секунд наткнулся прямо на огромный столб. Может быть, в следующий раз он будет смотреть, куда идет. Грабителю важно постоянно держать ситуацию под контролем. Но в 2018 году неуклюжий бандит не смог удержать даже оружие во время ограбления магазина электронных сигарет в Колорадо. Камеры засняли, как он входит в магазин и подходит к кассе, а затем пытается вытащить пистолет, чтобы запугать продавца, но роняет его. Сначала грабитель пытался поднять пистолет и продолжить свое дело, но затем он сбежал, оставив оружие в магазине. И вишенка на торте кармы. Во время побега у него спали штаны, прямо как в комедийном фильме. Так как оружие было оставлено на месте преступления, найти худшего в мире грабителя не составило особого труда для полицейских. Но настоящее наказание – это, конечно, публикация его позорного провала в интернете. Наказание мусором Иногда вершить правосудие приходится простым людям. И наказания, которые они придумывают, бывают очень креативными. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем китайский дворник, которому надоело, что один водитель усложняет ему работу, паркуясь так, что он не мог подметать дорогу. В качестве мести он окружил машину водителя 42-мя заполненными мусорными баками. Освободить машину явно было нелегко, и она наверняка воняла в качестве дополнительного наказания. Сила шипов Людей от других животных отличает то, что большинство из нас думает, что не надо соваться в опасные места головой вперед. Но если кто-то засовывает голову в дупло в дереве, где, как правило, предпочитают жить лесные животные, простая глупость превращается во вторжение. И один дикобраз быстро разобрался с непрошенным гостем, который решил изучить его темное жилище. Он показал, что вход запрещен с помощью примерно сотни острых, колючих и невероятно болезненных иголок. За глупые игры получишь глупые призы. Рикошет кармы К сожалению, нередко случается так, что нельзя помешать человеку, который решил кого-то убить. Но в Лондоне в сентябре 2019 года вступилась карма и помешала преступнику-неудачнику самым неожиданным образом. Мужчина решил расправиться со своим соперником и заметил, что его жертва сидит в автомобиле. Тогда он начал действовать. Взяв пистолет, он подошел к машине, прицелился и выстрелил. Смертоносная пуля полетела в окно водителя, однако каким-то образом чудом отрикошетила, прямо в того, кто ее и выпустил. Преступник скончался от раны вскоре после этого, а водитель, наверное, благодарил всех известных ему богов за такое божественное вмешательство кармы. Кажется, бумеранг и правда всегда возвращается. Точнее, в этом случае пули. А у вас есть интересные истории о карме? Напишите в комментариях под видео, и, возможно, я расскажу их в следующий раз. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok